Всем привет, меня зовут Оля, и сегодня я хочу сделать небольшой тест-драйв на три средства, которые у меня появились совсем недавно. Собственно, поэтому я и снимаю это видео. Средств сегодня будет не очень много, специально, чтобы видео получилось не таким распыленным, а конкретным, четким и не очень длинным, желательно. Главный герой сегодняшнего видео это вот такой крем Enough Collagen, который очень популярен он в интернете, и совсем непонятно, откуда он взялся. Но, тем не менее, я не взяла ни одного плохого обзора на него, ну и как-то вот решила попробовать. Хотя не он был, так сказать, виновником этого видео. Виновником этого видео была вот такая палетка от бренда J'Ate. Я ее потом, конечно же, открою и покажу во всей своей красе. Но, собственно, ради нее я хотела сделать это видео, ну и заодно, в общем-то, взяла вот такой крем с Азон. Ну и напоследок помада от Sephora в тринадцатом оттенке, которая просто очень красивого, пыльно-розового цвета, естественно. У меня никогда не было помады от Sephora, но, опять же, их очень хвалят, поэтому решила все-таки попробовать. Поэтому, если вам интересно посмотреть обзор на эти средства и как они будут наноситься, как они будут выглядеть, то смотрите этот обзор здесь вам будет очень полезно и интересно. Итак, начнем с коллагена. Это, можно сказать, не самая классическая его версия. Это три в одном. Самая популярная и самая первая, максимально оригинальная, она в такой голубой упаковке. И есть еще с улиткой. Я, собственно, хотела попробовать с улиткой, но Азон и не было. Я подумала, ну ладно, возьму вот этот, потому что я видела как-то один обзор. Говорили, что он вроде как не такой плотный, как оригинальная версия и как версия с улиткой. Собственно, это я люблю. Это мне и нужно. К тому же он Whitening Moisture Foundation. Ну, то есть, вроде как более увлажняющий. Так что посмотрим. Это 13-й оттенок, там всего два оттенка. 13-й и 21-й, или 23-й, 23-й. 23-й более темный. Даже не то, что более темный, он намного темнее. И, соответственно, девушкам с светлой кожей не советуют его брать. Здесь SPF 15, в оригинальной версии тоже 15, ну а в улитке 30. Это, конечно, большой плюс. К сожалению, здесь всего лишь 15, но ничего страшного. Итак, попробую его наносить спонжем от Натальи Шик. Что-то тут у меня вот прилепилось какой-то пух непонятный. Собственно, я уже нанесла увлажняющий крем. Высушила голову, поэтому на голове. Не самая привлекательная картина, но потом, может быть, я и накручусь. Попробую сначала спонжем половинку, а половинку кистью от Real Techniques. Интересно, что получится. Говорят также, что он напоминает вот этот крем от Холика Холика. Ну, не конкретно этот, а вообще всю линейку. Собственно, вот такой он у нас, жиденький. Мне кажется, что у Холики Холики более какая-то такая плотная текстура. Что ж, вот у меня тут как раз-таки замечательный товарищ есть. Посмотрим, как тональный кремов перекроет. Так, мне кажется, я слишком много нанесла уже. Ну, ладно. Мой любимый момент. Господи, как я соскучилась по этим макияжным видео. Прям очень-очень. Но я не хотела их делать, потому что у меня то прыщи были, то прыщи, то прыщи. И как-то не хотелось уж совсем людей пугать. Так что год. Но, наконец-то, я почти выиграла эту войну. И теперь всё будет, я думаю, лучше. Ну, действительно, такой белый. Мне кажется, он даже светлее, чем я. Но я думаю, что со временем он усядется. И будет более... Боже! Какая прелесть! И будет всё-таки чуть-чуть подстраиваться под тон кожи. Но всё-таки светлый лучше, чем тёмный, на мой взгляд. К тому же у меня есть аджастер тёмный. И всё, что сделаю его чуть темнее. Также обычно у корейских кремов есть такой ярко выраженный серый потон. Ну, в общем, выглядит красиво на лице. Даже перекрыл чуть-чуть моего дружка ярко-красного. Но это, конечно, не суперплохое покрытие, как где-то было заявлено. Но это, скорее, среднее. Такое уверенное среднее покрытие. Мне кажется, он даже менее плотный, чем, опять же, Холико Холико. Холико Холико как-то, ну, так иногда может быть очень очевидный на лице. Этот менее очевидный. Хорошо сливается. Красиво. Но вообще сейчас попробую кистью, чтобы как-то не выглядеть, как Кройла Девиль, только в формате лица. Пахнет, кстати, довольно приятно. Нравится мне. Все-таки спонжи мне нравятся больше, как он ложится. Ну, либо я уже привыкла к спонжу, потому что от этой, может быть, конкретно от этой кисти остаются такие полосы. Спонжи мы как-то так привычные. В целом неплохо. Даже консилер как-то не хочется наносить. Мне кажется, что мне лично каждый день этого достаточно. Надо же, он как биби-крем. Ну, так, очень красиво лежит на лице, естественно. Но при этом довольно укрывистый. Не зря он такой популярный. Все-таки здесь, да, собственно, самое важное. Он стоил где-то 550 рублей, и здесь 100 мл. Но это уже, наверное, только лениво не сказал, насколько это получается выгодно и бюджетно, потому что здесь 100 мл, а здесь 30. Этот стоит 600 рублей, это 550. И тут как бы больше, чем в три раза. Это, ну, прекрасно. При этом по качеству он очень даже хороший. Ну и, собственно, вот что получилось. Я немножко приближусь. Господи, я такая белая, как привидение. Но ничего страшного, ничего страшного. Все-таки скоро осень, и бледное и загорелое лицо будет смотреться вполне органично, я считаю. Ну, а теперь можно поступать к самому интересному. Вот такая палетка. Это 49-й оттенок, называется The Spice Rack. Там было, в общем, два или даже три варианта. Мне очень хотелось пыльно-розовый, потому что он был очень красивый. Наверное, я вставлю где-нибудь здесь, ну, или здесь картинку. В пыльно-розовом варианте она была просто божественная, очень красивая. И, наверное, если бы у меня не было вот этой пыльно-розовой палетки, я бы взяла ту. Хотя не скажу, что они очень похожи. То есть, наверное, кто-то мог бы сказать, что, боже мой, да, это все пыльно-розовые оттенки. Но мне кажется, та была такая немножко более сливовая. В общем, очень красивая. Но я решила, что возьму другую, которая также выглядела очень красиво. Вот эту. Она более такая осенняя, тепленькая. Решила, что должно быть какое-то разнообразие. Здесь, кстати, и зеркало. Очень удобно. Это хорошо. На картинке она выглядела побольше. Как мне казалось, я немножко удивилась, когда я ее открыла. Такая малышка. Но это даже хорошо. Возможно, если бы я была визажистом, я бы расстроилась. Потому что визажистом, наверное, это принципиально. А мне для личного пользования, собственно, я, наверное, даже это не вымышу никогда на себя во всей своей жизни. Даже, наверное, за две. Потому что не могу я быть преданной только одной палетке. Потому что надо сказать, что на камере очень красиво выглядят эти оттенки. В жизни я как-то так немножко разочаровалась. Подумала, что вот, надо было точно брать пыльно-розовую. Но ничего. Тут очень банальные, на самом деле, шимберные оттенки. Мне казалось на фотографии, что они чуть более такие разнообразные. Особенно вот этот. Он казался мне светло-серо-зеленым. На деле же он все-таки просто зеленый. Но, по идее, раз они просто коричневые и бронзовые, они должны быть очень хорошего качества. Потому что бронзовые тени уже все вроде научились делать классными, пигментированными и хорошими. Что ж, поехали. Возьму вот такой оттенок, который вполне, наверное, будет хорош до растушевки. Ого! Далее, наверное, возьму вот этот красноватый оттенок. Пока все прям очень как-то пигментированно, даже неожиданно. Я не привыкла к таким ярким теням. Прямо как будто бы какая-то худая бьюти номер два. Ну и, наверное, затемню уголок вот этим. Совсем немножко осыпаются, по-моему, они, но в целом никаких проблем не должно возникать. Совсем не критично. Ну, мне пока прям очень нравятся, несмотря на то, что они такие яркие. Ну, точнее, это даже плюс. Просто я не привыкла к такими тенями работать в своей повседневной жизни. Я наработаю обратно, но да. Еще бы я привыкла. Вот этот оттенок прям рисуешь как будто бы даже в влажном такое ощущение. Ох, конечно, да. Когда не делаешь такие макияжи по седневной жизни месяцами, и тут надо управиться с такой пигментированной порядкой. Тут главное не облажаться, конечно, на видео. Но это мы узнаем уже в конце. Облажаю все или нет. Попробую нанести под бровь вот этот светлый рис, светлый оттенок. О, господи, боже, он прям метаризированный. Да, а мне казалось, что вот это были шиммерные оттенки, а вот эти два сатиновые. Но, по-моему, они тоже весьма и весьма сияющие. Наверное, я бы добавила немножко вот это вот, сильно белое получается все тут. О, боже. Боже мой. Как говорят на американском ютубе, so pigmented. И немножко об уголок. Да. Так, остается только решить, какую украшалочку из этих листяшек я намажу у себя. Хочется попробовать и вот этот, и вот этот. Попробую, наверное, конечно, чуть-чуть вот этого и немножко вот этого. Потом, может быть, добавлю блик белым оттенком. Смотри, как кистью набирается. Во! Кистью набирается очень красиво. Пальцем, конечно, будет еще лучше, но... Не хочется плачкаться. Может, какой красивый оттенок. Получается прям такой макияж. Огненный. Или очень осенний. Господи, какая красота. Я представляю, что ж там была бы с пылью розовой палеткой. Я бы, наверное, уже упала бы в обморок. На этом обзор бы закончился. Добавлю немного вот этого золотистого оттенка ближе к внутреннему уголку глаз. И все-таки хочется немножко добавить вот этого зеленого. Единственное, что даже не знаю, куда попробую ткнуть. Но, наверное, чуть ближе к уголку глазу, к внутреннему. Не знаю, даже видно ли его хоть немного. Думаю, самое время добавить подводку, тушь. И посмотреть, как это будет выглядеть все вместе. Потому что пока, конечно, я выгляжу как панда с ярко-оранжевыми глазами. Ну, в целом, пока вот как-то так выглядит макияж глаз. Не очень понятно. Сейчас я сделаю все остальное на своем лице, кроме губ. И, собственно, уже будем оценивать весь образ целиком. Практически мой макияж готов. Выглядит очень-очень нарядно. К такому, конечно, макияжу нужна более соответствующая прическа. Но волосы а-ля лентуэль. Макияж а-ля я пошла гулять на всю ночь. Итак, осталось только губы накрасить. Губы. Вот у нас вот такой помады от Sephora. 13 оттенок. Думаю, он сюда неплохо подойдет. Он не яркий. Такой пыльно-розовый. Собственно, как обычно. Хотя красная помада сюда, ух, тоже неплохо бы вписалась. Ну что ж, как-то вот так выглядят помады. Довольно красивый цвет. Все такое осенне-приглушенное. Приятная консистенция. Не слишком жидкая. Она, скорее, как мусс. Ну, может быть, что-то между жидкой помадой и муссом. Но выглядит очень симпатично. Ух, ну я и накрасилась. В общем, как-то так. Такой вот осенний макияж получился. Наверное, начну с этого крема. Он у меня уже на лице целых, наверное, 20. Выглядит очень хорошо. Он уже не выглядит таким белым, как в самом начале. И не слишком заметен на лице. Мне кажется, я его слишком много нанесла. Так много прям не надо. Очень красиво выглядит. Прямо сливается с кожей. Цвет подходящий. Пахнет приятно. В общем, все мне нравится. Цена, объем. Все идеально. Не знаю, как он будет, конечно, смотреться в течение дня. Но я думаю, что он будет чуть-чуть такой влажноватый еще долго. И, скорее всего, для жирной кожи он вряд ли подойдет. Для нормальной, сухой, вот это самое. То не зря он же Moisturizing все-таки. Или мощь. Палетка. Я не ожидала, конечно, что она будет настолько яркая. Думала, что все-таки какие-то оттенки не будут такими рыжими. Хотя это как бы классическая такая красно-рыжая палетка, которую уже почти все бренды выпустили. Но мне хочется попробовать именно ЖД. Я, конечно, ошибалась в том плане, что я думала, что с ней нейтральный какой-то макияж сделать можно. Но мне кажется, что это сложно. Он все равно будет уходить прямо в такую цеплинку. Но в целом вот весь вот этот ряд, который с края, он такой максимально нейтральный. В целом тут вот можно взять эти растушевки, затем нить уголочек. Это на все век и будет довольно такой базовый, не слишком рыжий макияж. Все остальное вот в этой вот стороне, это просто огонь. Так что да. Ну, как бы вот этого зеленого. Но с другой стороны, мне порадовали очень шиммерные оттенки, потому что я думала, ну, бронзовые. Вряд ли что-то в нем будет такого особенного. Но вот этот цвет, он очень красивый. Этот я не попробовала, возможно, он тоже меня бы очень поразил. Но вот этот, он прям такой как фольга, такого красивого красно-оранжевого-медного цвета. Вот эти два цвета очень яркие, очень яркие. И это хорошо. Единственное, что у меня были сложности с растушевкой вот этого цвета. Как-то я долго с ним возилась, но это надо еще, так сказать, потестировать дальше и понять, это у меня руки кривые или это. Он действительно растушевывается не самым легким способом. Но я думаю, что, учитывая его пигментацию, понятное дело, что с ним повозиться, возможно, придется. И все-таки палетка мне очень понравилась. Я, наверное, даже не ожидала, что она такая хорошая будет. Что касается помады, помада в целом комфортно ощущается. Не выглядят губы, как скомпанный изюм. Ну и ей, кстати, еще легко делать себе губы еще больше и больше и больше. И так до тех пор, пока вам не надоест их увеличивать. Сегодня также решила попробовать сделать макияж этой палеткой, но уже более нейтральной и более в моем стиле. Вот так мне нравится даже гораздо больше. Все-таки этой палеткой можно сделать вот такой обычный нейтральный макияж. Ну, как обычно, мне кажется, очень даже красивый. Вот этот ряд, как я и говорила, собственно, он максимально нейтральный. Все остальное будет уходить в красное, оранжевое и очень-очень медное. Но когда я делала этот макияж, я все-таки обратила внимание, что даже вот эти, казалось бы, безобидные нейтральные оттенки очень-очень пигментированные. Из-за чего пришлось повозиться так основательно с ними. Потому что, ну, наверное, более пигментированные тени как-то растушевывать приходится подольше. И все равно, в целом, как бы, никаких проблем не возникает. Просто нужно уделить этому чуть больше времени. Вот этот оттенок очень насыщенный, прям такой насыщенно-шоколадный. Я прям чуть-чуть прикоснулась кисточкой, и мне на два глаза все сразу хватило максимально. Вот этот цвет тоже очень пигментированный. И я оценила все-таки вот этот красивый оттенок, до которого у меня вчера не дошел ход. Очень приятный, красивый, но такие прям у него крупные-крупные блески. Нарядные. Палетка просто супер. В целом можно сказать, что она универсальная. И красный макияж не может сделать, и базовый нейтральный. Очень пигментированные цвета. И что самое приятное, не осыпаются темные оттенки. Ради что, по-моему, вот этот немножко. Но вот этот шоколадный. Я уже ожидала, что прикоснулась к своему глазу, и все, у меня посыпется сразу. Но вообще ни одной крошки, и это меня очень-очень порадовало. Вообще, очень мне понравилась палетка. Хорошая. И зеркало хорошее, и упаковка хорошая, и тень хорошая. И цена приятная, 1500 рублей. Мне кажется, за такую палетку это очень даже нормальная цена. Конечно, их не очень много, но мне много и не нужно. Мне главное, что хорошо, красиво и качественно. Также хотелось бы поделиться впечатлениями о вчерашнем дне. Тень вполне хорошо держится, на мой взгляд. Матовые практически вообще не побледнели и не потускнели. Несмотря на то, что я не наносила какую-нибудь супер классную базу. В принципе, у меня такой нет. Просто немного тона на лицо и на веки. И, собственно, вот и вся моя база. Конечно, со временем шиверные тени немножко теряют свой блеск и воск. Но не очень критично, не слишком заметно. На мой взгляд, это вполне, так сказать, рациональные потери и ожидаемые. И если хочется, чтобы шиверные тени блестели просто 24 часа в сутки, лучше позаботиться о какой-нибудь очень прилипучей базе. Насчет тона. Также вот сегодня я его снова нанесла. Снова он мне очень понравился. Мне кажется, что он вполне себе стойкий для такого финиша сатинового, влажного. Не слишком, конечно, влажного, но все-таки более влажного, чем, например, крем от Eveline, который я показывала недавно. Единственное, что потом в течение дня он может начать немножко блестеть, наверное, если у вас кожа жирная. Ну или если в целом эта часть у вас немножко жирнится, но ее можно припудрить, мне кажется, и проблем не возникает. Мне в целом кажется, что я бы могла ходить так целый день и не припудривая, потому что никакого супер жирного блеска нет. В конце концов цена. Цена здесь просто решает. 550 рублей за 100 миллилитров. До конца жизни мне хватит, наверное, этого тона, если, конечно, я бы пользовалась только им. Это, наверное, что-то из области фантастики. Так что отличный крем для нормальной и сухой кожи, мне кажется, это очень хорошая вещь. Что касается помады, сегодня я ее не стала наносить, у меня другая помада. Но, тем не менее, по вчерашним впечатлениям могу сказать, что она действительно стойкая. Конечно, целиком и полностью целый и невредимый. Она не может пережить моей прямой пищи, но потому что я так ем. Вот хорошо то, что она съедается очень равномерно и плавно, не то, как некоторые помады. Например, помады от Maybelline Matte Ink. У меня несколько оттенков. Вот они всегда, всегда как-то максимально полуродски съедаются. Они, конечно, очень стойкие помады. Если не есть в течение дня мне, они будут держаться, наверное, 100 лет. Эта помада тоже будет держаться 100 лет, если не есть мне. Но она съедается хотя бы красиво, таким плавным ингредиентом. Она довольно легкая текстура, так что ее можно подкрасить. Если слоить, не будет слишком очевидно много помады, не будет толстой корки, потому что она очень легкая. Так что подкрасить губы можно легко и просто, и дальше жить, существовать, радоваться, существовать. Hello darkness, my friend. Ужас. Ну а на этом все. Надеюсь, вам понравился сегодняшний маленький тест-драйв тех средств, которые я показывала. Обязательно смотрите в инфобокс. Я все ссылки оставляю на продукты там. Если вам правда понравилось это видео, то, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Мне будет безумно-безумно приятно. Ну а на этом все. Спасибо еще раз, что посмотрели это видео. До новых встреч. Пока-пока.